Добрый день, уважаемые земляки! Я сегодня хочу сообщить для всех приятную новость. На прошлой неделе, 19 октября, было подписано доручение президента про газификацию и строительство газопровода-вотвода Белгород-Днестровский-Сергиевка. В доручении установленный термин – это 1 квутня 2013 года завершение строительства. Если посмотреть в историю, то в 2004 году мы начали разработать проектную документацию, отводить землю и даже было первое финансирование – 500 тысяч, где было сварено в нитку 2 километра 300 трубы. Но после некоторых событий в конце 2004 года газопровод остановился и практически невозможно было это сдвинуть с мертвой точки. Но в последнее время, благодаря усилиям и народного депутата Барвиненко Виталия Дмитриевича и губернатора Матвейчука Эдуард Леонидовича удалось, и президент подписал это поручение. И сегодня строительство газопровода находится на контроле личного президента, и газопровод будет построен в ближайшее время. Газификация предусматривает не только газификацию Сергеевку, а и 10 населенных пунктов – это Солганы, Выгон, Приветная, Абрикосовая, Шаба, Прибрежная, Беленькая, Софиевка, Затока и Сергеевка. В проектной смертной документации предусмотрена мощность поставки газа во все эти населенные пункты, и эта работа будет проводиться уже буквально в ближайшее время. Мы долго ждали газификации. В Сергеевке было непросто более 8 лет до того, как мы занялись газификацией. У нас не было отопления, у нас сложности достаточно серьезные. И мы пришли к выводу на сессию, что кроме газификации другой альтернативы на сегодняшний день нет. И с помощью газификации мы планировали решить ряд проблем, которые накопились годами еще после развала Союза. Когда возник вопрос, какие первоочередные проблемы, Виталий Дмитриевич приезжал весной в Сергеевку и увидел, что дороги практически нет. Вот мы в мае месяце, это было празднование 9 мая, курортный сезон, Доехать практически невозможно, огромные ямы. Но и благодаря вмешательству Виталия Дмитриевича Барвиненко, буквально через месяц обл.автодор приступил к работам. Как удалось Виталию Дмитриевичу, не знаю, но у него получилось, потому что уже в конце июня он проезжал по хорошей дороге, и сезон у нас оставился благополучный. Дорога была построена от Шапского переезда в курорт Сергеевку. Сейчас дальше ведутся работы, но на тот момент те возможности, которые были, и обещание было сдержано. Самое главное, что было сказано, что дорога будет. Вот дорога появилась, поэтому и отдыхающим было удобно, ну и жителям Сергеевки, конечно же, потому что проехать практически было невозможно до того. Ну а второй вопрос, который я озвучил, это, конечно же, газификация. Это непростой вопрос, и простому обывателю, может быть сложно понять, сколько за этим стоит затрат человеческих, сколько поездок, сколько документов, сколько общения. Нужно знать, как зайти, куда, в какие кабинеты. И очень тяжело одному сделать. Здесь должна работать команда, должно работать большое количество людей. Виталий Дмитриевич включился в работу, и все у нас получилось. Поэтому я благодарю и партию регионов, и Виталия Дмитриевича Барвиненко, и Матвитчука Эдуарда Леонидовича за то, что сдвинули, за то, что обращают внимание на Сергеевку, за то, что помогают региону, и за то, что у нас в ближайшее время будет газ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова